В Екатеринбурге жестоко избит профессор Уральского федерального университета. На Владимира Костина напали вечером буквально на пороге дома, когда он возвращался с работы. При этом ценности злоумышленников не заинтересовали. Подробности инцидента в материале событий. Профессора Урфу Владимира Костина теперь сложно узнать. Лицо в отеках, голова перебинтована, на правой ноге гипс. Тяжелые травмы доктору технических наук нанесли неизвестные. Накануне вечером на Владимира Костина напали в районе Южного автовокзала. Уже буквально подходя к дому, на крыльце моего дома, кто-то на меня напал. Никаких конфликтов не было, просто немотивированное. Удар, потерял сознание, упал с довольно высокого крыльца. Ударился еще от железный забор. Лиц нападавших Владимир Костин не разглядел. Не знает он и сколько их было. К профессору подошли сзади, ударили. Больше он ничего не помнит. При этом ценности, кошелек и мобильный телефон не пропали. На помощь пострадавшему пришли соседи, рассказал сын Владимира Костина. Помогли ему попасть уже в подъезд. Я когда приехал, там все в крови уже было. Спросил, чем вообще били. Полицейский сказал, что у него, судя по тому, как лопнула кожа возле виска, ощущение, как будто тряжутся, как у Мерседеса. Семья пострадавшего Владимира Костина уже обратилась с заявлением в полицию. Следователь допросил профессора. Полиция сейчас проверяет камеры видеонаблюдения и ищет свидетелей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются очевидцы произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. В Уральском федеральном университете, где преподает Владимир Костин, он на хорошем счету. Недавно у него защитились две выпускницы. Конфликтов со студентами и преподавателями у профессора не было. Кто мог нанести тяжелые увечья, коллеги не понимают. В университете пообещали, своему преподавателю обязательно помогут. Мы немножко в шоке от происходящего. То есть, как минимум, очень жалко уважаемого профессора. Естественно, вся необходимая помощь по его восстановлению, в том числе необходимая медицинская, если понадобится оплата медицинских услуг, страховка, все это будет университетом сделано. В больнице Владимир Костин пробудет еще около недели. Семья профессора надеется, что в скором времени найдутся свидетели жестокого нападения и злоумышленников накажут по всей строгости закона. Дарья Степанова, Алена Данильченко и Евгений Кузнецов. События ОТВ.